Всем привет! Меня зовут Дмитрий Титов. Я являюсь баскетболистом, любителем где-то с 30-летним стажем. За время практики я пробовал большое количество разных баскетбольных мячей разного качества. Очень часто вы спрашиваете меня в своих комментах, какими мячами я пользуюсь и что я могу вам посоветовать. Что ж, сегодня как раз такой день. Погнали смотреть! На самом деле существует три типа баскетбольных мячей. Чисто для зала, для улицы и смешанный тип. Я пробовал все из них и могу сказать, что больше всего мне нравится, естественно, для зала играть зальными мячами, для улицы, конечно же, уличными. Как вы знаете, за все время существования баскетбола мячи, которые используются для этой игры, эволюционировали от каких-то кожаных, да, которые использовал еще Нейсми, до практически интеллектуальных мячей. За эти годы производители научились делать так, чтобы играть их мячами было максимально комфортно, максимально удобно. Они используют различные приспособления, хитрости для того, чтобы максимально человек мог хорошо удерживать в руке мяч. Используют различные канавки, надписи, логотипы, которые улучшают именно чувство мяча, повышают возможность контролировать мяч. Как мы проверяем степень накаченности баскетбольного мяча? Мы примерно поднимаем его на уровень плеч, отпускаем, и он должен отскочить примерно до уровня нашего корпуса. На самом деле, все намного сложнее. Я заметил, что на любительском уровне мы играем под спущенными мячами. Это намного приятнее, комфортнее, такие мячи мягче, они лучше держатся в руках, но с другой стороны, хуже отскок. Профессионалы играют более накаченными мячами, и это не то, что это какая-то их прихоть. Дело в том, что мячи накачиваются по стандарту. Для каждого вида спорта существует свой стандарт. Это видео мы делаем с Егором Пупыниным, и он проверил меня. То есть я накачал мячик до уровня, который мне привычно. Все проверил, все отлично, все скачет, все классно. Он говорит, ну теперь давай вставляй специальный манометр. Я вставил, и получается, что я очень серьезно его не докачал. Естественно, что мне стало это очень интересно. Я в дальнейшем накачал как надо все мячи, и они оказались очень жесткие, сильно скачущие, непривычно. На самом деле очень часто так бывает, когда любители приезжают на какую-то официальную игру, там мячи накачивают так как надо, они приходят, блин, а что у вас такие мячи перекачаны, все жестко, все непривычно, мяч в коллекционе летит, нас засудили и так далее. Ну на самом деле это такая жиза. Когда вы выбираете себе баскетбольный мяч, вы должны понимать, для чего вы его покупаете. Либо это мяч для улицы, вы выбираете максимально износустойчивый мяч, либо это мяч для зала. Когда вы берете зальный мяч, то на первый план выходит все-таки комфорт. Я попробовал много разных мячей, сегодня я расскажу о 7, где-то даже 8, каждый из них. Есть у него какие-то свои особенности. Естественно, ведь у каждого производителя есть свои какие-то запатентованные, хитрые моменты и технологии. Помимо того, что я уже сказал износустойчивость, очень важный момент это то, насколько хорошо мяч держится в руке. Если мяч не подспущенный и он хорошо держится в руке, это, конечно, здорово. У меня рука маленькая, я Никавай Ленард, и обычно накачанный, хорошо накачанный мяч в моей руке вообще не держится. Только если он подспущенный, либо под определенным ракурсом какие-то в канавки рука залезет, так, конечно же, нет. Но дело не только в этом. Мяч, который имеет большое количество канавок, большое количество логотипов, специально продуманный, обработанный специальным материалом, он классно держится в руке, он хорошо отскакивает. Таким мячом замечательно, интересно стучать. Ребят, само собой, очень важно следовать определенным правилам для того, чтобы ваш баскетбольный мячик прослужил вам долго. Самое простое, это не использовать зальный баскетбольный мячик для улицы. Я очень часто наблюдал, как люди притаскивают свои спалдинги на асфальт, и после каких-то там трех месяцев активной игры он превращается в какую-то тряпочку. Печальное зрелище, и я очень не рекомендую вам это делать. Я думаю, неоднократно вы слышали от вашего тренера, от более опытных ребят, в конце концов от ваших родителей, никогда не садись на баскетбольный мячик, на нем будет грыжа. Это, по-моему, элементарное правило. Мы стараемся, чтобы сохранилась его форма. Если вы будете дополнительную компрессию на него оказывать, своим весом своего тела, конечно же, камера, баллон, она как бы выйдет из строя раньше времени, и такой мячик прослужит значительно меньше. Также не стоит использовать баскетбольные мячи для других видов спорта. Пинать мячик, в конце концов, это же что за многомячество? Ни в коем случае. Баскетбольный мячик – это только для баскетбола. Стучать его нужно руками, не ногами и не какими-то там другими частями тела. Еще один очень важный момент – это то, насколько хорошо держится камера. Как вы знаете, внутри каждого мяча имеется камер, и очень важно то, насколько хорошо она держится. У хороших мячей период между надуваниями камеры, он достаточно большой. Это возможно благодаря, опять-таки, особым свойствам, используемым при создании мячей камеры. Самый частый материал, который используется для уличных мячей – это, конечно же, резина с различными сочетаниями, с различными добавлениями от брендов. У каждого из них существует своя какая-то запатентованная формула, направленная на то, чтобы продлить жизнь вашему баскетбольному мячу, а также улучшить сцепление с руками игроков. Американцы – они вообще хитрые люди, они все делают ради экшена. У меня вот хорошее сравнение – это русский бильярд и пул. Когда там шарики разные, они разноцветные, они маленькие, они сами летят в лунку, все просто и понятно. Американцы – они идут тоже по пути зрелищности. Они создали баскетбольный мяч, который по весу, как обычная семерка, но по размерам это шестерка. А мы все знаем, что шестерка обычно играет женщины. Тут же сделали шестерку с весом семерки и играют на всех официальных фибовских соревнованиях. Я с этим мячом впервые познакомился год назад. Дело было в Калининграде, мы там тусили со Снувом и Миллером. На канале есть видео, кстати, можете посмотреть, очень забавное. И тогда я как раз познакомился с этим Вилсоном. Скажу честно, мне этот мячик очень нравится. Те из вас, кто выбирает себе мяч для улицы, на этом Вилсоне можно остановиться. Почему? Потому что, во-первых, он ноский, достаточно ноский. Во-вторых, это действительно уличный мяч, который классно липнет к руке. Им здорово стучать, удобно, комфортно. Для меня это очень хороший показатель. Я знаю, что очень многие не выбирают этот мяч, потому что не привыкли к шестерке. И я признаюсь честно, мне поначалу было тоже очень непривычно. Со временем как-то привыкаешь. Если кому интересно, Тормак это бренд Декатлона. У них также есть своя версия этого мяча. У них такая же даже расцветка. Очень похожие характеристики. Признаюсь честно, я не стучал ими одновременно, чтобы сравнить. Но по ощущениям очень похоже. То есть Тормака Декатлона это Вилсон для бедных. И в принципе, если у вас нет двух с лишним тысяч рублей, сколько стоит Вилсон, то можно взять и ограничиться Тормаком. Это очень неплохой вариант. Причем мы этим Тормаком даже в зале пробовали играть. Несмотря на то, что это аутдорный мячик. Не скажу, что он понравился больше, но где-то примерно на одном уровне. Раз уж речь зашла о Тормаке, то я расскажу о мячике под названием... Я даже не знаю, какое у него название. Вот он так и выглядит. Если вы смотрите мои ролики, то могли очень часто видеть его у меня на канале. И я сейчас рассказываю о нем не потому, что мне заплатил Декатлон. Да, нифига подобного. Я с ним не сотрудничаю. Но так получилось, что я в свое время увидел у ребят на площадке этот мячик. Я попробовал им постучать. Мне он реально понравился. То есть я после этого пошел и купил его. Что мне в нем нравится? Поверхность у него шероховатая. Они полиуретаном его обрабатывают. Канавки недостаточно глубокие, но в принципе неплохо. Когда им стучишь, очень хорошо мячик контролируется в руке. Классно, мне нравится стучать. Хороший дриблинг. И в принципе этот мячик неплох. Своих денег он стоит. Мы пробовали играть им в зале. Мы пробовали играть им на улице. Конечно, для улицы он вариант неплохой. То есть у меня вот этот мяч, ему по сути года 3-4. Я точно не помню. Немножко стерлись пупырышки. Это в принципе очевидно. Я думаю, что я им еще ни один, ни два, ни три. Где-нибудь 5 лет, то точно он у меня продержится. Вот, пожалуйста, обратите внимание. Очень похожая расцветка на то, что я вам только что показывал с Тармаком. На самом деле вот именно эта оригинальная расцветка, эта французская фирма, это очень похоже на то, что предлагает Тармак. Какой-то большой разницы не заметил. Вот честно скажу, пробовал, смотрел, стучал. Очень похоже. И по ощущениям, и по весу, и по болт-хендлингу. Все очень похоже. Я не думаю, что это на самом деле очень доступный мячик. Мне кажется, что все-таки это больше на европейский рынок. Поэтому, наверное, вам не очень будет это актуально. И тем не менее, мячик тоже неплохой. Мне он понравился. Вот еще один мячик от компании Сфера. Он имеет такую очень интересную мраморную расцветку. На самом деле, таких мячей несколько разновидностей. И это мячик скорее даже не для баскетбола, а для фристайла. Очень тоже много видел подобные аналоги. Признаюсь честно, наверное, это самый неудобный мячик, который когда-то был в моей жизни. Неоднократно я им стучал. Мне Егор уже его давал. Он, правда, сказал, что когда он был новый, там ощущения были совсем другие. Не знаю, может быть, что-то там задубело. Но вы знаете, вот материал внешнего покрытия, такое ощущение, что это какая-то клеенка. Она гладкая, она скользкая, она неудобная. Она дубовая. Он не скачет. Короче, все, за что вы не любите баскетбольные мячи, все здесь есть. Конкретно не рекомендую. Возможно, он, конечно, когда-то был хороший. Возможно, он адский ноский. Но он очень неудобный. И вот именно его я вам конкретно не рекомендую. Следующий мячик, это найковский мячик под названием Dominate. Также семерка. Также уличный мячик колдорный. Резиновое у него покрытие. Что мне именно в найковских мячах нравится, это реальная их фишка. Это очень глубокие канавки. Особенно у найка Элиты это прямо офигенно. У Джордана такие тоже темы есть. То есть глубокие канавки и классный мячик в руке. Прямо вот держится хорошо. И даже на подстершихся мячах спустя несколько лет эксплуатации он может радовать своего владельца. Тоже, в принципе, рекомендую. Хотя в плане цены, конечно же, он стоит подороже, чем тот же самый Тормак. Сравнивая их двоих, ну, конечно же, найковский вариант мне нравится больше. Вообще, найковские мячи мне очень нравятся. Еще один мячик, который попал в сегодняшний обзор, это мячик от компании Joggle. Они его позиционируют как indoor-outdoor. Внешнее покрытие, оно очень похоже на синтетику. Для зала бы я такой точно не стал использовать, потому что для зала, как по мне, он грубоват. Для улицы неплохой вариант. Я не знаю, насколько он износоустойчивый, постучал мне так долго. На самом деле, неплохой вариант для улицы. Это семерка. Не знаю, сколько он продержится, но я думаю, что вариант неплохой. Профессиональные баскетболисты, которыми я никоим образом не являюсь, воспринимают баскетбольные мячи совсем по-другому. Поэтому я хочу дать слово моему другу Димону Сму, который не только играет в баскетбол, но и является известнейшим танкером и фристайлером. И опыт его знакомства с баскетбольными мячами, я думаю, намного больше, чем мой. Поэтому, Димон, тебе слово. Всем привет, друзья. Сегодня я хочу рассказать о том, как выбрать себе баскетбольный мяч, на что обратить внимание. Будут мои мысли, как я это делал. Поэтому давайте начнем. Конечно, идеальный вариант. Имеете мяч и для улицы, и для зала, и для фристайла, для данков, для чего угодно. Но это в идеальном варианте, который мы на моем примере сейчас рассмотрим. Потому что у меня баскетбольных мячей просто, ну, вот так вот. Для всех случаев жизни. Например, есть резиновый мяч, которому не жалко играть на улице. Который, вы видите, грязный такой, прям с площадки. Раньше у меня было много мячей именно Nike Baller. Они резиновые. Я постоянно ими играл на улице до того момента, пока они не стирались. Просто лысые были мячи. Их действительно не было жалко. Но такие я использую только для улицы. Второй мяч в моей коллекции. Мы называем такие мячи лакированными. Вы видите, поверхность блестящая, приятная. Для фристайла, для того, чтобы крутить на пальцы. Просто идеально подходит. На видео смотрится красиво. Все движения выглядят хорошо, симпатично. Но таким мячом не поиграешь в баскетбол. Но он не для игры. Поэтому, видите, нужно обязательно понимать, для чего вы мяч покупаете. Тренд сейчас на такие баскетбольные мячи, на баскетбольном фристайле. Это у меня KVNX. Отголоски моего партнерства с ними. Сейчас разнообразные мячи, такие интересные, в разных расцветках. Красивые, которые светятся ночью. Выпускает фирма Tachikara. Там у них очень много интересных, красивых мячей. Если вы делаете упор больше на игру 3х3. Вы участвуете в турнирах. То, естественно, вам нужно брать и тренироваться мячом Wilson 3х3. Его приятно держать в руках, сверху забивать им. Ещё легче, естественно, потому что он меньше и легче он проходит в кольцо. То есть нужно всё-таки тренироваться именно тем мячом, которым вы собираетесь играть. Spelling. Коллаборация со Spreyground. Очень красивый. Смотрите, какой дизайн. Тут и огонь, и доллар, и всё что угодно. Но он скользкий. Он не держится в руке. Я им просто не играю. Он у меня лежит. Я его иногда беру, чтобы поснимать видео. Но играть им действительно неудобно. Хочу сказать, что идеального мяча не существует. Вы определяетесь для себя. Вы приходите в магазин. Видите вот такой красивый мяч. Потрогали. Я бы им не играл. Не берёшь. Берёшь тот, который приятнее к руке. Вы уверены, что он продержится немного дольше. Вам будет приятнее им играть. Поэтому обращайте внимание не только на внешний вид, как в этом случае. Но и на то, как он держится в руке. Отскакивает от пола. И всё тому подобное. Но вот идеальный мяч для себя, который я нашёл. Который мы играем здесь в Киеве. В одной из любительских лиг. Это K1X Ultimate. У меня таких мячей было очень много. И это, наверное, мой самый любимый мяч для игры именно в зале. Для меня он самый любимый. Он приятно держится в руке. Ну, всё в нём хорошо. И он не супер дорогой. Поэтому, друзья, как вы видите, у меня много мячей. У меня они так расфасованы по назначению. Это для зала, тут для улицы, тут для фристайла. Тут, не знаю, для того, чтобы фоточки поделать, видео поснимать. Но вот этот превосходит все остальные. Я иногда и его беру на улице, если мы играем на резиновом покрытии, где он не испортится. Потому что такой мяч испортить будет очень жалко. В общем, основная моя мысль это подбирайте мяч под свои нольты. Если вы играете в основном на асфальте, возьмите резиновый. Если вы планируете играть 3х3, возьмите такой мяч. Занимайтесь фристайлом. Возьмите какой-нибудь покрасивее, играйте только в зале. Берите мяч для зала. Друзья, надеюсь, вам информация эта была полезна. Передаю слово дальше Диме. Не забывайте подписываться на канал Кроссовки.нет, если вы еще не были подписаны. Спасибо, Димон, за свой рассказ о мячах. Ребят, как вы знаете, у Димы очень классный канал. И я всем рекомендую на него подписываться. Перейду к зальным мячам. На самом деле тема такая тоже очень скользкая. Почему? Потому что сколько людей, столько и мнений. Всю свою сознательную жизнь в зале мы играли с палдингом. Это один из моих любимых мячей. Я его покупал за свои деньги лет, наверное, 7 назад. Я не очень активно им играю. Поэтому он, в принципе, неплохо сохранился. Что его отличает именно с палдинг? То, что здесь используется кожа. Потом они покрывают внешне его еще микрофиброй. И, по сути, он предлагает все то, что необходимо настоящему баскетболисту. То есть это полупрофессиональный мячик. Примерно то, чем играют игроки, профессиональные игроки в различных лигах. Ну, конечно же, раз это спалдинг, то это НБА. Ну, до недавнего времени, как вы знаете, сейчас лига расторгла со спалдингом контракт. Он помимо НБАш, но он еще и фибовский. То есть это до недавнего времени был. Очень мягкий материал внешний. То есть, что в нем классно, то, что именно это очень комфортно именно для зальной игры. Для меня в качестве зального, наверное, именно спалдинг это мячик номер один. Несмотря на то, что в последнее время мы отошли от спалдинга и перешли больше на молтун. Большинство моих зальных видосов, я всегда играю там молтуном. Многие считают, что он более грубый. Потом он менее ноский, потому что очень часто он волокнется, все вокруг вылезает. Именно на молтунах такая фигня. Все, как вы прекрасно понимаете, зависит от степени эксплуатации, от условий эксплуатации. И о том, как часто вы им играете. Поэтому я не могу сказать, что молтун какие-то прям, они не ноские. Хорошие, нормальные, качественные мячи. Мне нравятся. Я также могу молтун рекомендовать. Ну и третий мячик, зальний, чисто зальний, с которым я имел опыт обращения, это Вилсон. Это тоже очень хорошие мячи и мне они тоже нравятся. К сожалению, в кадр они у меня так и не попали. Было это не так часто, поэтому опыта знакомства именно с Вилсоном у меня большого нет. Тем не менее, эти мячи за то время, что я ими пользовался, мне тоже очень понравились. На самом деле, существует огромное количество мячей от огромного количества производителей. И попробовать всех из них, наверное, ну вряд ли кто-то может. Поэтому я постарался рассказать вам то, с чем конкретно я сталкивался и что могу вам порекомендовать. Возможно, у вас есть свои какие-то предпочтения. Обязательно напишите, какими мячами играете вы. Ну а на сегодня буду закругляться. Ребят, спасибо, что посмотрели видос. Ставьте лайки и жмите на колокольчик. Ну а на сегодня все. С вами был Дмитрий Титов. Всем вам удачи и увидимся.